ребят всем привет сегодня у нас автомобиль hover h3 great wall и в нем горит подушка безопасности давайте глянем что у нас на панели приборов происходит кренгрид подушка тухнет но затем появляется вот смотрим у нее да вот она появилась действительно ну и давайте наверно лауч подключим абд разъем у нас находится в ногах вот он видите здесь идет тросик этого капота так что он немножко мешает можно его выщелкнуть но я думаю так засуну да вот он капец помешает но ничего вроде вот все вашу зажигание у меня включено давайте делаем диагностику значит у нас китай ты у нас great wall great wall вот он great wall так наверно вот этот great wall так и давайте смотрим чем выдает нам так вот пожалуйста это у нас что такое great wall great great wall у нас аж 3 great wall аж 3 ну-ка хавал попробуем а вот не знаю почему хавал ну вот он аж 3 должно по нему быть ну-ка смотрим нашу так перевод результат теста функции значит только для справки потому что никто стимул не легко корректировать окей короче так сейчас он систему видимо сканирует и смотрит какие блоки здесь есть так вот смотрим где нас срс входим сюда вот она уже высветилась давайте прочтем так чё у нас тут перевод перевод низкое сопротивление петли передней подушки безопасности пассажира я почему-то думал в руле дело водительская нифига короче дело у нас вон там чтоб не подобраться и посмотреть что на самом такое нам надо чё снять бардачок на китайцах есть свои определенные болячки у них разъемы очень ненадежные и они коррозируют почему-то быстро то есть контакта в них нет бардачок снимается легко смотрите вот такие два уступчика с этой с этой стороны и в принципе все и смотрим все здесь а смотрите здесь уже видимо лазили что ли вот например этот разъем он на кузове должен стоять вот этот пистон вы щелкнут но он по ходу не до конца не до конца где он должен стоять короче обычно смотрите эти вот разъемчики вытаскиваете друг из дружки туда-сюда поделать чтобы папа мама они там контакт в них появился и в принципе все этого достаточно это уже не первая машина такая в этом ли дело конечно ну короче на всякий случай да я сейчас их туда-сюда вы щелкну и обратно одену посмотрим а вот он здесь вот он должен стоять да вот оно здесь отверстие и он здесь походу было одна часы вы ну вставлю и посмотрим все прочистил ну в плане того что вы ну вставил вернул его назад сюда свое посадочное место вот этот разъем вынул и обратно оставил и вот этот вот большой вы ну вставил но зажигание при этом не выключал потому что что проверить индикатор потух у нас или нет подушка не взорвется потому что удара никакого не было они отца эти подушка так и горит зажигание выключить опату а фигу 2 подушка так и горит ладно есть еще вариант в чем может быть дело если не в них я их раза по три на вытащил ставил вытащил ставил утащил ставил я думаю этого достаточно еще проблема может быть в самом разъеме который уже в подушку сама фишка маленькая идет капец у как тесно они за увидите вы или нет короче вот вот в этой херне ее надо отстегнуть и тому же сам разъем вот его надо тоже вытащить вставить вытащить вставить и посмотрим потухнет у нас ушка или нет так а чтобы вам снять эту белую штуку так вот я пальцами зацепился за защелку блин там две защелки то есть эту штуку короче вниз отгибаем и вон он там разъем вот его надо вытащить и вставить несколько раз капец как каша здесь неудобно сейчас я постараюсь вот так вот фонарик положить чтобы вы все видели брел флевой рукой например мне неудобно а здесь короче два усика две скрепки нажимайте были на них и вытаскивать этот разъем да так вот я его вытащил сейчас вставлю обратно давайте еще разок моим капец как неудобно все двумя руками уже попробую без как неудобно не знаю как я только снял вроде пошел да все вот его отсоединил и давайте его пробовать обратно вставить смотрим подушку о подушка у нас пропала ну-ка выключил зажигание включаю все ребят подушка потухла обратно все собираем так разъема до щелчка защелкнул дальше вот это вот хрень на место возвращаем как бы какой-то чехол типа безопасности что ли вы так все это есть так дальше бардачок закрываем и идем читать лаунчем что у нас там так из самой системы я не выходил я просто когда выключал зажигание включил сейчас посмотрим подключится ли он к этому автомобилю да вроде читает ну-ка ребята стрим так перевод низкое сопротивление петли передней подушки а это вот ошибка была которая разомкнута петля передней подушки безопасности это я походу снимал так хрен с ним давайте-ка удалим смотрим типа кады почищены о все пожалуйста начал выходить из подушек безопасности и все у меня потухла вот это я делаю тут не буду хрен с ним не сказал только подушку удалить для пущей уверенности давайте еще раз зайдем так значит хавал h3 ну хотя это не хавал это ховер ну хрен их занять китайцев так выбираем сразу airbag где он любых модуль вот он выбираем его у нас bosch стоит с.с. так считаем коди ошибок но фолт кот подушка безопасности горит знаете почему смотрим только что в этом говорил ведь я в самой системе сейчас нахожусь ошибок хотя нету пишет выхожу из модуля срс все у меня подушка безопасности тухнет то есть это сам launch видимо когда заходит в блок он сам включает подушку все ошибок нет давайте теперь убедимся окончательно включая зажигание подушка горит все подушка потухла ну и не появляется все окей ребят проблема решилась довольно легко я всего лишь из подушки безопасности пассажира вытащил разъем и вставил его обратно и все у нас на паре приборов беременный мужик потух все хорошо даже если у вас нет диагностического оборудования можно эту проблему решить методом тыка вот этих автомобилях на китайских у них не знаю почему-то болезнь такая что пропадает контакт между собой ну где мама папа конечно можешь в премиум классе нет такой болезни но на таких есть значит самое простое идем к подушке безопасности пассажира потому что там бардачок легко снимается и все у вас свободный доступ то есть все там разъемы 3-4 разъема до 233 разъема жить раз два три ну короче все разъем которые желтые да на подушку безопасности вытащили вставили хотя бы два раза это как минимум ну чтобы точно уже там мама с папой контакт имели все дальше идете на панели приборов смотрите пропал беременный мужик или нет если нет там все значит про перепроверьте подключите обратно бардачок засуньте и идите в руль из руля подушку безопасности значит открутили болты вставили вернее вынули этот разъем вставили ну и контрольная проверка там еще раз так сделайте ну минимум два раза и все у вас принципе эта проблема должна уйти у них это болячка я не знаю почему китайское железо так все окисляется хрена узнает так что пожалуйста пользуйтесь всем спасибо и пока